это было так давно и так много прошло с тех пор лет что во времена когда все это было в одной из сегодняшних центральных улиц города совершенно спокойно точно по деревне гнали стадо коз и коров серая пыль обволакивала заборы ветхие домишки а возле них стояли хозяйки и ждали своих машек катика борик грызли семечки и судачили вот в эту самую полосу последние военные и послевоенные годы на этой самарской улице и происходили те события о которых мы вам сегодня расскажем здравствуйте сегодня мы читаем главы из повести юрия шанькова оторки самарской улице возвращаемся на 80 лет назад я в детстве разжившись рублевкой не тратил ее почем зря соседским мальчишку лёвкой бежали мы клубу заря дом в котором я тогда жил стоял в углублении двора на неровном с резким переходом вниз вместе причем с улицы он виделся одноэтажным и деревянным а со двора был двухэтажным и каменным причем задней его сторона хоть и ненамного но целиком поднималась над землей спереди имелось крыльцо широкий на столбах навес украшенный деревянной резьбой под ним две лестницы одна ступень к 5 вверх а другая вниз как бы под землю почему как бы они совсем потому что вдоль лицевой стороны дома тянулась аккуратно вырытая яма выложенная кирпичом она отделяла дом примерно на полметра от асфальта и в его окна иногда даже заглядывали солнечные лучи двор нашего дома делился на две части одна из которых больше начиналась между приземистым бараком и стоявшим неподалеку ветхим домишкой а дальше за забором начиналась территория колхозки как называлась гостиница для приезжающих из деревни и во дворе колхозки всегда стояло несколько пятитонок и легковых эмок и зисов другая часть двора много меньше находилась за домом и отделялась от него вереницей полуразвалившихся сыраюшек в этой части двора находился сад где росло не меньше десятка крупных деревьев и кусты которые отделяли наш сад от домов на некрасовской и садовой улиц все в доме любили сад и мальчишки конечно прежде всего особенно красивым он становился весной когда в его густо темно-зеленый листве появлялись притренно душистые и тяжело свешивающиеся точно грозди глубовато лиловые соцветия каждая гроздь целый букет сверху с высокого конька крыши отсюда открывалась вся колхозка ровная поросшая бурьяном площадка с конюшней соседние дворы и дома даже сквер на углу улиц самарской ленинградской изрытой под противовоздушные щели так счастью ни разу не понадобившиеся нам за годы войны это в одной стороне а в другой опять же дворы и дома кусок некрасовской улицы мощенный белым булыжником голубой козырек киоска пивоводы столбы и бедня в один прекрасный летний день ко мне в комнату ворвался сосед генка маленький выглядел он взбаламучен волосы сколокочены глаза вытрощены одним словом маленький бесенок а не человек слышал слегка запинаясь и тяжело переводя дух спросил генка нет а чего стревожно спросил я тогда я подбежал к окну выходящему в сад растворил его и сказал мне тише слушай я замер из сада в комнату полилась утренняя свежесть и запах сирени больше ничего я не уловил ну слышал спросил генка пришлось только недоуменно пожать плечами тогда генк снова прислушался ну вот опять слышал что слышал-то спросил я стук в стене в самом деле в стене дома стоявшего напротив кто-то стучал куда выходили окна этого дома мы не знали никто из его жильцов нам также был неизвестен поэтому дом всегда воспринимался только как одно из ограждений нашего сиреневого сада изнутри стучат промолвил генка может там замурован кто-то да что ты недоверчиво возразил я а сам так и загорелся а что может там тюрьма какая а в ней беглецы на перегонки мы помчались крыльцу на одной из ступенек которого сидел юрко македонский крупный мальчишка лет двенадцати стрижный наголо и одетый в латанные перелатанные черные шаровары и выгоревшую до белизны штопанную перештопанную майку он с жаром поведал нам историю вычитанную им по его словам из какой-то старинной книжки о пожизненном заточении молодого француза в крепости его попытки сделать подкоп из камеры о том сколько лет ушло на тайное рытье лаза и об ошибке в расчете приветший беглеца не на волю в соседнюю одиночку где домился еле живой старик а дальше дело было так вечером стук усилился мы с генкой маленьким снова торчали у стены и ждали что же будет происходить вначале на зелень сиреневого сада полетела цементная пыль потом начали падать острые осколки и вдруг в стене образовалось отверстие в котором появился кулак сжимавший лоник потом послышалось еще несколько сильных ударов и дыра в стене увеличилась настолько что мы сумели рассмотреть того кто колотил по стене с той стороны это был человек с белым платком завязанным на голове глаза его щурились а лицо лоснилось от пота а минуту спустя открылась и часть комнаты в который мы сумели рассмотреть две или три женские фигуры тогда нам стало ясно никто ниоткуда бежать не собирается просто людям стало темно в их углу вот они решили прорубить дополнительное окно к тому же выходило оно в сад любопытство наша тотчас повыветрилась а на следующий день обострилась снова дыра становилась все больше и больше уже не походила на окно а когда в нее вылезла толстая тетка нам стало все понятно окно было не окном а целой дверью и точно в дыру один с другим вышли тот с ломиком чернявая девчонка зыркнувшая на нас и сухая длинная старуха стояли смотрели на дело рук своих и скрылись пробоине завесив ее цветастой тряпкой я и генка окончательно потеряли интерес к случившемуся тогда мы к сожалению не могли представить каким грустным последствием приведет пробитая в стене брешь с тех пор прошли годы это что представлялось из юных лет нереальным и почти неизбыточным давно стало настоящим вот то что казалось стоящим на месте при неузнаваемости давным-давно изменилось обо всем этом я думаю когда прихожу на самарскую улицу к своему старому дому все здесь давно изменилось но тянет меня сюда все равно сильно дом стал другим вокруг выросли новые дома уже давным-давно нет сиреневого сада и двора где мальчишки гоняли тряпочный мяч нет и той лестнице возле дома где жил наш друг колобок но для меня все-таки важно приходить сюда потому что этот двор несмотря на все свое внешнее преображение сохранил нечто другое и более значимое сам дух прежней поры земля и воздух дерево и камень все здесь кажется пронизано запахами звуками голосами прошлых лет и это незримая связь с прошлым пронизывает меня до нервных токов а где-то разжившись а рублевкой не тратя ее почем зря соседским мальчишкою левкой сидит мое прошлое я с вами был михаил перепелкин